Вот, у меня есть вопросы по поводу даты и по поводу того, где это все происходило, потому что у всех как-то все по-разному. Ну и как бы говорят, что вы знакомы лично с Сергеем, этот сам Сергей говорит, что вы. Ну, я не знаю, что-то. До этого случая не были знакомы. Не знакомы, да? Вот. А это было в 2013 году? При этом. Это в августе. В августе, да? Угу. А где это было? Что за сады? Домастритель 2. Да, домастритель 2. Угу. Ну вот после всего произошедшего, как бы, Сергей, да, к вам? Не конкретно написала подруге, она вот в домике, но вот они гуляли в саду, там было несколько, да, 4 девочки, да? Ну, у меня со мной 4, получается. 4 девочки. Вот 2 года назад они там были, там, около садов, эти девочки. Ага. Сергей вышел, ну, позвал их к себе в дом, якобы на чай, якобы, ну, как он сейчас уже говорит, типа дождик передать. В общем, там он подливал в чай действительно алкоголь, со слов девочек, они, это же мне не говорили, лет целоваться там, уговаривал в койку там прыгнуть. Ну и вот, как стало, не знаю, недавно-то известно, что он даже руку в трусы кому-то там засунул. Вот он сам же на видео говорит конкретно даже, вот не хочет сейчас повторять. Да, он в комментариях пишет, если это он, но это очень сложно пока доказать. Ну, мы планируем, что будет написано заявление, потому что раньше, ну, девочки стеснялись сказать, раз уже он сам это сказал, что сейчас уже поговорили и решили, что скрывать это не будут девочки. То есть, таких подробностей не знали. Мы не знали таких подробностей, мы думали, что только вот эти интимные смс-ки, вот он после этого всего начал делать интимные смс-ки, типа давай сделай первый раз, не больно, давай я тебе там пиво куплю, там напою тебя. Вот, но мы не знали, что фактор разрадных действий уже был. Мы-то думали, вот одни только смс-ки, как только эти смс-ки увидели, мы сразу же вызвали полицию, участковый пришел, говорит, по смс-кам ничего невозможно возбудить и все. Вот прошло два года и на протяжении этих двух лет Сергей, видимо, подумав, что его как-то оклеветали, сейчас вот пытает отомстить очень уважаемому человеку, ну, как, короче, терроризирует эту женщину, ей 63 года, терроризирует ее, бьет постоянно кулаками по забору. И он считает, что таким образом он причиняет вред нашей организации. Он искал тебя просто, через женщину знакомую, он искал активистов. Вот, и ножом вот порезал этот забор, и она звонит, и ревет, плачет, говорит, Кирилл, вот он ищет тебя почему-то, номер твой все просит. Я приехал туда, там у него компания была пьяная, и вот второе видео таким образом и записал, что вот он. Да, я подъехал туда и спросил, в чем же дело, и тут он вот начал мне на видео это и доказывать, что, мол, ну и что, что я 14, я же, говорит, не половой орган туда засунул, а засунул, типа пальчик, так что якобы все это нормально. Ну все, я это все записал, говорю, ты сам на себя наговариваешь, он там угрожал мне убийством, расправой угрожал, и вот этой женщине угрожал убийством, расправой. Ну, после этого все-таки. А это когда было второй раз, когда вы приехали к ним? Это было... Ну вот на днях. Сейчас скажу. Вначальную активность. Ну я заявление написал в полицию, это было где-то, ну недели две назад, может три недели назад, но он постоянно вообще... То есть он признался вот сейчас буквально, да? Именно в том, да, а в смс-ках и вот эти все, это он давно уже признавал. Ну девочки тогда еще рассказывали, что было, что он там говорил, там, ложись со мной в кровать и все такое, но вот про конкретные такие действия, прикосновения, мы тогда не знали еще. Ну это хорошо.